Всем привет! Меня зовут Василий Сабиров, я ведущий аналитик сервиса Dev2Dev и сегодня я буду читать довольно нетипичный для себя доклад. Обычно я на докладах ЛТВ рисую, что-нибудь читаю. А здесь буду говорить про такую интересную тему, как когнитивные искажения, ну и постараюсь разнообразить ее кейсами из работы аналитика и продукта. Я работаю… Ну вот это мой краткий опыт. Вы находитесь вот здесь. Сервис Dev2Dev. Мы занимаемся системой для игровой аналитики и аутсорсим аналитику у игровых проектов. И так или иначе, получается, за всю свою жизнь, работая в IT-индустрии на должности аналитика, я всегда сталкивался с такой сущностью, как решение. То есть что такое решение? Когда на входе у вас есть какие-то данные, вы их каким-то образом в своей голове обрабатываете, затем на основании этих данных делаете какой-то вывод, какую-то мысль вы внедряете в жизнь. Собственно, вот это решение. И сегодня я буду говорить не про вот эту часть, как фильтровать ложь на входе и так далее. Это было бы отдельной темой про манипуляцию с данными. Этим я тоже владею хорошо. Поговорим об этом, может быть, на следующем продукт-кэмпе. Хотя тема-то действительно интересная. Людьми можно манипулировать. В книжке Олдоса Хаксли «Удивный новый мир» людей заставляли верить в то, что 2 плюс 2 равно 3. Но сегодня не об этом будем, а вот как раз о второй части, о том, как люди могут ошибаться при принятии решений. Дело в том, что в нашей голове существуют всякие баги, всякие разные ошибки, ошибки мышления. И мы сегодня поговорим про то, как, во-первых, с ними можно бороться, а, во-вторых, про то, как их склонность людей ошибаться можно применять к себе на пользу. Начнем с простого. Эффект привязки. Что это такое? Прежде чем я расскажу про эффект привязки, я хочу вас, чтобы вы примерно в голове прикинули долю африканских стран в ООН. Вот вы знаете ее? Примерно так. Ну, да, мы 28. Хорошо, так. Давайте так спрошу. Больше или меньше 45%? Как вы думаете? Меньше. Ну, сколько? 10, 30. Вот статистика это вообще сейчас здесь самое плохое, что может быть. Давайте спрошу по-другому. Больше или меньше 10%. Отлично. Так вот, дело в том, что такой эксперимент, ровно такой, с этими же самыми цифрами и тем же самым вопросом, повторялся. И когда якорь ставится на 65%, то медианное мнение об этой метрике 65%. Когда якорь ставится на 10%, то медианное, то люди примерно занимают процентов 25. То есть получается, из-за того, как сформулирован вопрос, люди дают совершенно разные на него ответы, вплоть до того, что они отличаются почти в два раза. Вот этот эффект привязки. Вас как бы привязывает к определенному значению. И да, начиная от него, вы начинаете плясать, в ту или иную сторону от него отходить. Еще раз попробуем. А, нет, не попробуем. Как это можно применить? Как это работает? Работает это прекрасно, например, в маркетинге. Есть старая цена, которая как бы много, она зачеркнута, вместо нее написано новая. То есть вас смещают в сторону того, что много. И вы смотрите, да, было много, стало как бы мало. И вы с радостью это покупаете, несмотря на то, что мало, это тоже, как вы изначально оценивали этот параметр. То есть, да, вот простейший пример, который основан как раз на когнитивных искажениях. Второе – это ошибка выжившего. Ну, классический кейс про ошибку выжившего. Во время Второй мировой войны американские самолеты возвращались на базу. У них смотрели, в каких местах у них попали пули. Те места, в которые в них попали пули, там, отдельными слоями брони покрывались. Вот, и самолетов почему-то постепенно все меньше и меньше возвращалось на базу. Стали размышлять почему и поняли, что нужно смотреть пробоины не у тех самолетов, которые вернулись, а у тех, которые не вернулись. Они потому и вернулись, потому что пробоины незначительные. А те потому и вернулись, потому что пробоины были значительные. И то есть, получается, нужно было как раз накладывать броню не на те места, в которые ранены, а наоборот. Да, это ошибка выжившего, потому что вы, получается, делаете выводы по какой-то определенной… Нет обычно про дельфинчиков. Вы, наверное, знаете, что дельфинчики спасают людей, когда отталкивают их к берегу. Внимание, вопрос. Может быть, потому что мы не знаем, какой процент людей дельфин отталкивает в другую сторону? То есть, мы не знаем про этот процент. Если вы сейчас подумали, что дельфины тупые, бессердечные твари, это тоже неправильно, потому что мы не знаем. Мы не знаем. Они, может быть, действительно всех спасают. Может быть, просто кому-то повезло и случайно дельфин отталкал. Ну, правда, мы не знаем. Но мы не можем делать выводы только по вот этим дельфинам, только по вот этим людям, которых спасли. Как это можно применить в жизни? Очень часто, например, проводятся опросы пользователей, что вам нравится в нашем продукте, что вам не нравится в нашем продукте. И вот, собственно, поэтому не совсем правильно спрашивать у текущих пользователей, что им не нравится в вашем продукте. Потому что нужно спрашивать у тех, которые как бы уже не с вами. То, что не нравится текущим пользователям, это тоже, безусловно, важный сигнал. Но гораздо более важный сигнал – то, что не понравилось тем, кто ушел. Дальше идем. Ошибка техасского стрелка. Есть такой анекдот про стрелка, который стреляет случайным образом в большую доску. И там, где больше всего попаданий, он там и рисует мишень. Что туда я как бы и стрелял. И это тоже очень интересно работает. К сожалению, не самый большой экран. Можете почитать. Посмотрите, насколько эта информация описывает вас. Похожа на вас или нет? Я, в принципе, ожидаю, что вы примерно на каждом втором слое будете говорить, что это реально я, это про меня, правда. Это овен. То есть это характеристика овнов. Безусловно, сейчас у кого-то из вас сработало, что это реально про меня, потому что я овен. А если это не овены-близнецы, то есть расы, как-то по-другому. На самом деле, правда, овен. Но какая разница? То есть просто люди склонны искать, склонны подгонять свои решения под какие-то данные. Еще один пример. Это Нострадамус. Считается, что он великий предсказатель, что он много чего предсказал. И я ни в коем случае не хочу оскорблять чувства верующих в Нострадамуса. Но что, если он, в принципе, много всего написал? Что-то сбылось. Тем более, что он предпочитал писать довольно абстрактно, что там про халяби всякие. Возможно, просто он слишком много всего написал, и вот это что-то сбылось. То есть, опять же, я не знаю, но почему бы и не так. Как это работает в жизни? Очень часто бывает так, что запустили фичу, что-то сработало, и кто-то говорит, ну, я же говорил. И просто спросите себя, может быть, ты, в принципе, много говорил? И что-то из этого, безусловно, сбылось. Поэтому я сейчас, например, могу сказать, что через, ну, пойдут годы, и зеленое море поглотит красный огонь. И давайте встретимся через пару лет, посмотрим, может, реально у кого-то сбудется. Феномен Бадера-Майнхоф. Интересная такая штука. Она, я скорее сюда вставил ее просто для интереса. В жизни она применяется мало, но встречается постоянно. Допустим, вы хотите купить себе красный Ситроен. Хотите купить его, вот вы прям нацелились на какую-то модель, вы выводите в город, а город только состоит, в городе есть только красный Ситроен, вы вдруг замечаете. То есть то, что информация, которая для вас новая, информация, которая у вас в голове, вдруг начинает полностью заполнять пространство вашего сознания. И то есть да, вы постоянно начинаете с этим встречаться. Поэтому запомните эти две фамилии, Баадер и Майнхоф, они вам обязательно скоро встретятся. Еще один пример, это эффект Даннинга Крюгера. Еще одна, еще два, две фамилии. Вот в чем он состоит. Дело в том, что мы все с вами обладаем каким-то опытом и что-то про этот свой опыт думаем. Мы уверены в нем или не уверены. И вот есть такая кривая Даннинга Крюгера. В самом начале у людей очень часто возникает, когда люди только-только начинают набираться опыта, у них уверенность возрастает в себе моментально. Они понимают, что я гений, мне недоплачивают. Затем возникает как бы второй провал, что человек набирается опыта и понимает, что он не знает вообще ничего. Человек может впасть в профессиональную депрессию. И лишь потом с ростом опыта он примерно начинает балансировать. Свой опыт и понимание своего опыта. В общем, вот это вот, это очень страшные люди. Они выступают на конференциях, они ведут вебинары. Осторожнее с ними. Если вдруг ваш джуниор начинает борзеть, просить зарплату, дайте ему задачу. И он быстрее скатится вот сюда. С другой стороны, если вдруг вы себя обнаруживаете вот в этой яме, в яме страданий, подождите, продолжайте хреначить. Рано или поздно вы как раз выйдете на эту самую кривую, на эту самую оптимальную точку. Идем дальше. Селективное восприятие. В принципе, почти все, о чем я сейчас говорю, относится к селективному восприятию. Что человек на вход получает слишком много информации и берет за основу лишь какую-то ее часть. В частности, про прививки. Пример, что очень многие люди отказываются от прививок. Считается, что прививки вредны, что после прививок люди умирают, что прививки вызывают аутизм. Почему? Потому что в СМИ и везде информация у нас публикуется только про тех людей, с которыми случились негативные последствия после прививки. И там говорится, что в мире умерло 10 человек после прививки от чего-то. Не говорится, что сегодня в мире не умерло 35 миллионов человек после прививки вот такой-то. Не говорится, потому что селективное восприятие. Таким образом, яркость негативного примера заменяет нам постоянно все. Еще один пример — это аэрофобия. Да, безусловно, конечно. Аэрофобия может быть вызвана разными причинами. Но если руководствоваться с какими-нибудь логическими причинами, то можно понять, что люди боятся самолетов просто потому, что самолеты иногда падают. И это всегда действительно очень страшно. Но это правда очень страшно. Да, и эта тема каждый раз постоянно очень активно освещается всеми СМИ. Все об этом думают, все это обсуждают. Но опять же, не говорится про то, что 500 тысяч самолетов в сегодняшний день благополучно приземлились. Не говорится. Говорится только про те, с кем что-то случилось. Да, вот вы постоянно, наверное, встаете не в ту очередь. Знакомо это вам? Дело в том, что вы в принципе постоянно встаете в очередь. И когда что-то случается не так, вы это запоминаете. А когда вы очередь нормально прошли, вы это не запомнили. Поэтому есть ощущение, что вы постоянно встаете не в ту очередь. В принципе, есть гипотеза, которую я тоже собираюсь проверить. Я постоянно встаю за 2-3 минуты до будильника. А что если в принципе встаю раз в 3 минуты ночью, проверяю время, но запоминаю только те, которые вот перед будильником, вот просыпание. Ну, я не знаю, это вполне возможно так. То есть я как-нибудь поставлю камеру и проверю. Это факт. Сын маминой подруги. Этот популярный ныне мем про то, что что бы вы ни делали, сын маминой подруги делает это лучше. То есть всегда найдется некая подруга у мамы, у нее найдется некий сын, который делает это лучше. Ну, дело в том, что у мамы много подруг. У этих подруг много сыновей. И очень много критериев, по которым эти сыновья будут вас лучше. Да, безусловно, рано или поздно найдется критерий, по которому найдется сын маминой подруги, который будет действительно вас лучше. Поэтому это не должно вас смущать. Другое дело, что если один и тот же сын маминой подруги будет постоянно лучше вас в одних и тех же критериях, вот это уже начинает смущать. Но речь не про эти кейсы. Выученная беспомощность. Тоже очень интересное когнитивное искажение. Поясню на примере с обезьянками. В комнату посадили несколько обезьянок и наверх повесили связку бананов. Для того, чтобы забраться, взять эту связку бананов, обезьянки должны были подняться по лестнике и на вершину лестнике поставили кнопку, понажать на которой всех обезьянок то ли током било, то ли водой обливало. Делало им что-то неприятное. Первая обезьянка, они, разумеется, захотели покушать, какая-то обезьянка побежала, всех дернула током, допустим, они поняли, что что-то не то. Потом решили проверить, не случайно ли это. Нет, не случайно. И все больше обезьянки перестали хотеть это делать. Затем одну обезьянку изъяли, вместо нее поместили новую. Новая обезьянка правил не знает. Она сразу же побежала, ее сразу все обезьянки стали останавливать. Не ходи сюда, не надо. Она сказала, видимо, окей, не надо. И затем так постепенно заменили всех обезьянок. И не осталось ни одной обезьянки, которая была в изначальном тесте. И ни одна из обезьянок не лезет за бананами. Потому что так принято. Не знаю почему, но так принято. И вот у меня вот эта фраза «так принято», если честно, больше всего бесит вообще. Я не против какой-то корпоративной культуры. Это все важная часть. Но если вы в следующий раз услышите фразу, что так принято, подвергните ее сомнению. Кем принято? Когда кто-то сказал? Где это закреплено? Почему? Как это еще можно использовать на практике? Мы это используем, когда к нам в компанию приходит новый человек, мы ему сразу даем систему, даем время разобраться и говорим, скажи свежим взглядом, что здесь не так. У нас уже взгляд замылен. И это вполне нормальная практика. Пока еще человек не знает, что принято, а что нет. С него как можно больше свежего этого фидека получить. Еще несколько эффектов, связанных как раз с совещаниями, с отношением к авторитету, с эффектом ореола. Это, по идее, должна была быть гифка из фильма «Смерть Сталина». Я его посмотрел в другой стране. И там у них очень интересно голосуют. Они поднимают руку, смотрят немножко так на Берию и говорят «Принято, единогласно». И все в итоге так голосуют. Это смешно, но пока вы не вспоминаете про то, как проходит у вас совещание на работе. Выступает какой-нибудь человек, если у него авторитет большой, с ним все соглашаются, принимают решение. Если у него авторитет маленький, то тот человек, у которого большой авторитет, с ним не соглашается, выдает какую-то свою точку зрения, с ним все соглашаются и все расходятся. Вопрос, зачем вообще все остальные собрались на совещание. То есть да, здесь есть некий эффект присоединения к большинству, эффект подчинения авторитету. Чтобы его минимизировать, логичнее всего, заранее в обезличенной форме в какой-то пул сбрасывать идеи всех участников совещания. Все идеи сброшены, какой-нибудь Google Doc написан. В Google Doc желательно, чтобы был не опознанный жираф, а не фамилии, чтобы вы не видели, кто эту идею пишет. И потом уже более-менее непредвзято вы уже на это совещание собираетесь. Таким образом, вы немножко минимизируете эти влияния. Вот еще, кстати, очень часто ссылаются на каких-то знакомых, которые очень высокопоставленные чиновники или там очень известные люди, и вот они считают так. Эффект ореола подразумевает, что люди склонны считать, если человек очень хорош в чем-то одном, то он хорош во всем вообще. Это не так, точнее, не обязательно так. и, ну вот, например, очень часто люди, которых интервьюирует Дудь, применяют это, ссылаются на какие-то там, ну, знаете, у меня есть такой друг, и вот он так считает. Что вы вообще сомневаетесь? Так вот, этот друг не обязательно, и даже если он высокопоставленный чиновник, он не обязательно будет иметь точку зрения, которая объективна по данному вопросу. поэтому, если вы уж намерились у себя критическое мышление каким-то образом выработать, то перестаньте, то есть, да, я не против такой штуки, как там авторитет или уважение к авторитету, но перестаньте как бы подчиняться авторитету, это не очень хорошо. Неприятие потери. Ну, чтобы вы не думали, что я человек, который там полностью лишен всех этих когнитивных искажений, хочу привести пример из своей жизни. Когда мы ходим с женой по магазинам, я не хочу ничего покупать, она говорит, ну, пойдем, вот просто померяем вот эту вещь. Я думаю, не, ну, если просто померить, то что не померить-то? Вот, я иду, просто меряю, и потом, когда возникает точка принятия решения, я понимаю, что я как бы, ну, прикипел. Вот, прикипел, вот это слово еще. Чрезвычайно аналитическое, да, очень когнитивное слово прикипел. Вот именно такими словами я себя ругаю, когда потом расплачиваешься на кассе за эту вещь. Вот, то есть да, люди не любят, когда у них что-то отбирают, даже если это не их. И кредит это, когда вы берете свои деньги, возвращаете чужие, наоборот, берете чужие деньги, возвращаете свои. Как это можно применять на людях? Реальная версия продукта. Люди привыкают к ней. Apple Music, когда, например, выходил на World Wide, они давали всем три месяца бесплатно. За эти три месяца у вас очень хорошо тюнится ваша музыкальная карта. И когда три месяца проходят, вы уже как бы прикипели, вы уже немало инвестировали времени и своих усилий в этот сервис, и вам трудно будет отказаться. Поэтому да, реальная версия. Давайте людям попробовать ваш продукт, сделать что-то самим. Вот прям вот с ноутбуком подходите и попробуйте сами. Люди, на людях это работает. Иллюзия истины. Дело в том, что люди склонны доверять тому, что написано ярко, написано красиво, подается довольно пышно. Вот впервые это было сформулировано в 1997 году. Вопрос, вы сейчас поверили в 1997 год? А вот у каждого когнитивного искажения, про которое я писал, было в конце ссылка на веки год. Ни один из этих годов не соответствует действительности. Это как бы пасхалка, это мета. Нет у этого. Это случайные годы. Точнее, не случайные, это годы выхода фильма про Джеймса Бонда. То есть да, если вы записывали за мной и писали годы, зачеркните их сразу. Ну или там напишите, что разные фильмы про Джеймса Бонда вставьте вместо этих лет. Эти несвязанные годы. Как это работает на практике? Реклама, пышность подачи. Мы всегда, когда в играх организуем акции, мы говорим, делайте это максимально пышно, максимально круто. Люди в это верят, они имеют право это делать, они имеют право в это верить. Несколько проверочных заданий. Друзья постоянно куда-то ездят. Ну нет, просто друзья постоянно постят в фейсбуке фоточки из отпуска и в инстаграме постят фоточки из отпуска. Они постят об изменениях, а не о том, что все хорошо. Поэтому у вас есть ощущение, что друзья постоянно куда-то ездят. Стоматологи рекомендуют какое-то название колгейт. Ничего личного, но тем не менее. Какие стоматологи рекомендуют колгейт? Им платили за это? За то, чтобы они бы рекомендовали колгейт? Они рекомендуют колгейт, а не что? Может, и спросили колгейт или смерть? Я бы тоже рекомендовал колгейт. То есть просто всегда читайте это, всегда задавайтесь этим вопросом. Как быстро растут чужие дети? Нет, в среднем с той же скоростью. Просто вы редко о них думаете. Даже не то, что редко вы их видите, а редко о них думаете, потому что, когда вы о них подумали, вы примерно спроектировали текущий рост. Вы редко о них думаете. Поэтому если кто-то вам скажет, что как быстро вырос твой сын, на самом деле это означает, что я никогда о нем не думал, и не подумал бы, если бы сейчас не увидел. Что делать со всем этим? Когнитивных скажений много, их действительно кучи, сотни, может быть, даже тысячи. Что делать? Во-первых, читать книжки. Вот могу порекомендовать несколько книжек по этому поводу. Книжка «Как лгать при помощи статистики» написана еще в середине 20 века. Очень хорошая книжка про манипуляцию с данными, про распознавание всех этих манипуляционных паттернов. Во многом на эту книжку ориентировалась книжка «Путеводитель по лжи». Она была выпущена в прошлом году. Тоже очень хорошая книжка, но там уже, конечно, более современные такие онлайновые примеры. Что касается когнитивных искажений, вот это прям Библия, думай, медленно, решай, быстро. Канеман, обязательно читайте. Это крутая вещь. Недавно была выпущена книжка «Надж» Ричарда Таллера и Санстейна. Таллер в прошлом году, если что, получил Нобелевскую премию по экономике из-за исследования всей этой темы. Классическая экономика говорит про то, что люди рациональные субъекты и принимают решения рационально. Поведенческая экономика говорит, ничего подобного, вообще не так. Они ошибаются, люди ошибаются. И Таллер один из основоположников этого понятия. И вот в книжке «Надж» он как раз рассказывает, как эту склонность людей ошибаться можно применить, повернуть им же на пользу. В частности, там интересно про проектирование интерфейсов, про галочки, которые расставлены по умолчанию. Это все тоже, по сути, способы манипуляции человеческим решением. Не обязательно это читать, просто запомните, что есть статья в Википедии «Список когнитивных искажений». И вот это ваш обходной лист, как вы проходите медосмотр. Вот это ваш обходной лист. Просто читайте на каждом листе. Смотрите, это у меня есть, это было вчера, согласен, это сегодня. Иногда перечитывайте, это помогает, это немножко дает вам некую встряску. Что касательно медицины, опять же, не хочу оскорбить чувство верующей гомеопатией, но пользуйтесь доказательной медициной, когда проводятся статистические исследования, когда рассчитывается статистическая значимость. Это важно. Премии имени Гарри Гудини, если не знакомы с этим понятием, почитайте тоже. Очень часто люди заявляют о наличии у себя экстрасенсорных способностей, что я, мол, экстрасенс, и они, эти ребята довольно непредвзято делают, организуют эксперимент. Например, если человек говорит, что он может видеть сквозь материалы, они ставят перед ним 10 ящиков, в 9 из которых что-то одно, а в 10 что-то другое, нужно найти 10. И дают 4 попытки, если хотя бы 3 сработало, то значит действительно экстрасенс. Дают, по-моему, премию в миллион долларов. Ни один человек не получил миллион долларов до сих пор. Возможно, это вы, следующий претендент. Но тем не менее, почитайте, интересная вещь. Применительно к продуктам, да, АБ-тесты, и более того, их статистическая значимость. Если у вас в одном АБТ-тесте конверсии 51%, в другом 50%, это не значит, что группа А действительно лучше. Нет. Статистическая значимость и только она. В принципе, всю лекцию могу обострить статистической значимости, но давайте это уже на какой-нибудь следующий продуктам поставим. Вот эти фразы, слова, все, каждый, самый, очевидно, всем же ясно. Замечайте их в речи других людей. То есть, вам говорят все, а вы все-все-все? Да, прям все. Замечайте это в своей речи. Вам говорят, там, вы говорите, ну, каждый день, правда каждый день или не каждый день? Вот. Или там, вы сказали самый, и тут вдруг такие, самый-самый? Точно самый? Кто говорит, что самый? Подвергайте это сомнению, поставьте критическую заслонку между собой и миром. Не бывает стопроцентной истины, тоже важно понять. У каждого своя правда, да, и все решает экспертное мнение или статистическая значимость, неважно, все в любом случае происходит в вашей голове. Более того, даже фраза на том, что не бывает сто процентов истины, не всегда верна, вы понимаете. Вот. Иногда бывает. ну и наконец, да, доверяй, но проверяй. Иногда информация, которая поступает к вам на вход, в том числе из вашей головы, неправильная не потому, что вас хотят обмануть, а потому, что люди сами ошибаются. И не исключено, что к вам на вход поступает как бы уже искаженная информация, а вы берете и принимаете за чистую монету. Это очень важно. А иногда вас, наоборот, хотят обмануть. Вот, например, я в самом начале сказал, что в книжке Олдеса Хаксли говорилось про 2 плюс 2 равно 3. Этого не было в книжке Олдеса Хаксли. Было 2 плюс 2 равно 5 в книжке Оруэлла 1984. У меня все. Спасибо большое за внимание. Да, меня зовут Василий Сапиров. Вот это я. Я работаю в Dev2Dev. Я аналитик. Василий, такой вопрос к тебе. Ты работаешь с акциями много, с ценами. Ты знаешь, как работает эта механика, как можно людям, людей заставить купить что-то дороже, чем они могли заплатить. Ты понимаешь, что люди это не от хорошей жизни, но просто они упрощают свою действительность, принимают решения быстрее. Информации много. Тебе не стыдно? Нет. Как вот эта моральная дилемма решается? Расскажи. Отсутствие морали? Ну то есть, нет, мне правда не стыдно. Потому что вот если мы говорим про игры, я знаю, что человек, который платит, что он делает это с радостью. И что он, я всегда рекомендую, чтобы когда люди платят, вообще в играх, чтобы они действительно получали нужный уровень гормонов радости от этого. А если они за это готовы заплатить немножко больше, это хорошо. Они будут сами больше рады. Потому что ты сам, когда ты заплатишь не 200 рублей, а 400, ты в принципе будешь ожидать эмоции от 400 рублей. Курс на product manager, благодаря которому я сюда пришел, в том числе, я дошел до конца этого курса во многом потому, что я за него заплатил. А если бы он был в желатном, я бы, может быть, не дошел. Я не знаю. Я бы тестил вопрос. Так что нет, мне не стыдно. Дима Путилов, Яндекс.Деньги. Спасибо огромное за доклад. Очень классно, весело. Слушай, расскажи практическую часть. Вот мы знаем про эти все искажения. Как нам с ними бороться? Вот ты говоришь, что ты им там не подвержен или не подвержен в какой-то мере. Расскажи, что ты делаешь для того, чтобы не подвергаться искажениям. Я не говорил, что я не подвержен. Я не подвержен. Да, и мне кажется… Все? То есть вот я рекомендую, на самом деле, довольно простая методика. Я сейчас, возможно, буду похож на какого-то бизнес-коуча, но надеюсь, нет. В какой-то момент, как в фильме, начало спросите себя, как я здесь оказался? Как я оказался вот в этой точке принятия решения? Почему так? Иногда можно поставить себе будильник, который в рабочее время скажет просто тебя, что делаешь? Ты осознаешь, что делаешь? Ты сейчас какое-то решение принял, принял последним. Ты принял его почему? Пройди путь обратно. И это… Есть там специальное приложение, которое позволяет это делать. И вот такая довольно интересная практика, когда буквально за несколько вот таких итераций ты начинаешь иначе относиться к принимаемым решениям. У меня было просто к предыдущему вопросу про принимание решений. То есть как бы все эти когнитивные вещи, они условно говоря случились, появились только потому, что людям хотелось пойти по пути наименьшего сопротивления, что-то сделать легче. Ну, в большинстве случаев. Так вот, когда ты говоришь, что ты пытаешься себя проверить, не принял ли ты решение как бы с помощью вот этого искажения, как бы условно не увеличивается ли время принятия решения, не знаю, в разы. И ты, не знаю, может быть, оказываешься все больше в этой яме, потому что ты не можешь принять решение. И проще там хоп и перескочить. Ну вот правда увеличивается принять решение. Действительно увеличивается. Если таким образом пытаться распарсивать как бы каждое принятое решение, то это тяжело. Ты будешь думать только про это. Ты не сможешь никаких других решений принять, пока ты об этом думаешь. И в частности вот эта вот практика как раз про случайное время, в которой тебя спросят, что делаешь. Случайное время, когда ты тратишь там пять минут. Это хорошая практика. Когда ты задаешься этим вопросом один раз в день, но каждый раз в разное время, каждый раз по итогам какого-то разного решения. В будний день или выходной, неважно. То есть быстро, это медленно, без перерывов. И если сделать это понемногу, но регулярно, это тоже хорошо. И это не будет особо затруднять твою жизнь и замедлять ее. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...